День в день, час в час, минута в минуту, радио Болтком Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме, всем здравствуйте, всем доброе утро Доброе, доброе, доброе утро, у нас некоторые технические накладочки здесь возникли Из-за этого пауза, но ничего страшного В конце концов, сегодня отмечается в том числе Всемирный день без мобильной связи Но связь восстановлена, сейчас все будет, новый гость на подходе То есть, это попытка обратиться к людям, отказаться от вот этого удобства, больше общаться с живьем, я понимаю, да? Мораль такая Мораль такая, что, да, все это можно описать американским, опять же, праздником Ну, как праздник, отмечаемая дата, день это отстой Ну, в кавычках, это отстой That sucks day Ну, в смысле, отказаться от мобильной связи Ну, как же, так же В 1891 году американский изобретатель Томас Эдисон провел общественную демонстрацию своего изобретения Это был кинетоскоп, машина движущегося изображения Вот тоже, я понимаю, увлекался, пытался отобрать у братьев Люмьер эти лавры-первооткрыватели Но, тем не менее, по-моему, их изобретение стало общедоступным, а его как-то модификация не пользовалась популярностью Ну, это так же, как, помнишь, все эти полсикамы и прочие системы Что-то сработало, что-то не сработало А 120 лет назад, 15 апреля, появился на свет некий Джо Дэвис Чем отличился Джо Дэвис? Это британский спортсмен-бильярдист Один из лучших в истории игроков в снукер В 1927 году он стал первым чемпионом мира и побеждал после этого еще 15 раз подряд до 1946 года Сразу вот такие две конфликтующие даты В 1932 году в журнале «Молодая гвардия» начали печатать главы романа Островского, Николая Островского «Как закалялась сталь» И вот Павка Корчагин, который стал символом такого бескорыстия и такой целеустремленности в построении светлого общества А в этот же день, в 1955 году, в городе Дэспленс, в штате Линойс, Рэй Крок открыл первый ресторан «Макдональдс», который считается, наоборот, вот таким образцово-капиталистическим предприятием Символ глобализма И да, и глобализм Индекс Биг Мака тут уместным вспомнить и прочие вещи Раз уж мы заговорили о вкусном, то давайте все-таки обратим внимание на нашего появившегося в Зуме гостя Ура! Связь восстановлена! Ну и вот, день без мобильной связи, как-нибудь в другой раз отметим, вечером дома А сейчас с нами на связи президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис Все почему? Потому что сегодня начинается акция, которая называется «Не пластмассе я террасам», нет пластмассе да террасам Которые участвуют, в общем-то, предприятия ХОРЭКа И чему будет посвящена эта акция? Тому, что хватит использовать много одноразовой посуды, которая никому не нужна и засоряет природу, наносит вред всему По подсчетам участников вот этой ассоциации, ежемесячно 2,5 тысячи предприятий общественного питания выбрасывают приблизительно 20 тысяч одноразовых пластмассовых... Александр, продолжая тему еды, мне кажется, вы отбираете хлеб, можно сказать, у нашего спикера, который может рассказать об этой акции Я ввожу в курс дела слушателей, которые в том числе ходят, покупают, ну все же, на вынос сейчас, как правило, в одноразовой посуде, так вот, 20 тысяч единиц Мало того, что рестораторы платят деньги, мы платим за это деньги, а потом все это выбрасывается, все это наносит вред В общем, Янис Доброе утро В чем смысл акции? Да, ну Александр, мне кажется, превосходно рассказал все детали, цифры, я даже... Жаль, что так коротко пообщались с вами, я не знаю Извините, действительно, что... Олег, ты прав, да, прямо кусок хлеба изо рта вынул Да, ну вы... Мы делали опрос наших членов предпринимателей, как вы сказали, Хорека, да Это действительно всегда от 5 до 20 тысяч единиц в месяц, которые, ну мы подсчитали, ну бывают месяца максимально Мы можем достичь даже 40 миллионов единиц пластмассовых изделий Конечно, в этом случае мы очень крепко поддерживаем экономику Китая, который, наверное, самый ведущий производитель этого, в этом сегменте Но мы хотели бы привлечь внимание правительства и общества, развить дискуссию в обществе о том, что, ну в принципе, лучше и вкуснее обедать на месте, на террасе Дистанцируясь, соблюдая все эпидемиологические требования, которые мы разработали, намного серьезнее, чем они были до этого Как бы ассоциации отрасли вместе с предпринимателем мы разработали новый протокол санитарии Представили это Министерство экономики Так что, ну, как бы два в одном, два зайца одним выстрелом, что мы уменьшали бы это потребление пластмассы И вкусно как бы поддерживали своих предпринимателей и вкусно на свежем воздухе обедали То есть мы правильно понимаем, что вы призываете правительство разрешить работу террас То есть все то же самое, на вынос, да, но при возможности съесть, выпить на террасе А сервировка будет, в общем-то, в нормальной человеческой посуде Стекло, фаянс, что там еще может быть? Да, ну, я думаю, на этот момент уже все заметили эти неловкие ситуации Где люди взяли еду с своего любимого ресторана Мы, конечно, очень признатели всем нашим гостям, всем латвийцам, которые поддерживают рестораны Это трудное время, это очень-очень важно И, ну, люди взяли свой боксик или боксики И они пытаются где-то на прохожей части улицы это покушать Или на рядом стоячем, свободно стоячем электрическом коробке Или на стульчике в парке И мы, ну, как бы, не кажется логично, что это намного, это магически, как бы, более безопасно Чем сидеть на дезинфицированной террасе, где люди присматривают за этим Где работники следят за чистотой, за дезинфекцией Ну, мне как бы нелогично, мне в голову не укладывается Почему вот наш главный эпидемиолог, ну, так держится за, все-таки, за то, чтобы не разрешить террасу Была дискуссия уже в правительстве, где были министры, которые поддерживали открытие террас ресторанов Ну, в связи с окончанием чрезвычайной ситуации Но как-то их было, кажется, в меньшинстве Сейчас следующая, как бы, дискуссия на эту тему планирована на 22 или 24 апреля Мы уже не можем дождаться встречи с гостями И как бы мы хотим привлечь внимание и общество, и правительство этой акции Где люди призваны в своих соцсетях опубликовать фотографии Где стоят такие свободные, красивые, дистанцированные террасы И напротив, где, ну, очень много пластмассы и в природе, и в мусорных ящиках Или они себя фотографируют, как они стараются это покушать на электрической коробке И, конечно, ну, пользуются хэштегами, фейсбук-рамочками И мы надеемся, что, ну, как бы, акция будет удачной И те люди, которые активны в фейсбуке, инстаграме Уже присылали нам и сами рестораторы, и наши фаны Посетители, гости ресторанов присылали добрые слова Они сказали, что им акция нравится И, ну, как бы, мы обращаем внимание на два таких момента Ну, даже три все-таки, потому что, действительно, люди соскучились Мне кажется, это одно из запретных, ну, вот, каких-то уже удовольствий Которых мы отвыкли Просто, ну, нормально посидеть и в человеческих условиях попоесть То есть это, тем более, что сейчас погода позволяет это делать на улице Опять-таки, солнце, теплая погода, говорят, что уже это Ну, меньше распространяется вирус И, ну, вроде бы, куда ни кинем Ну, такой сложный момент Погода как бы располагает, да, к тому, чтобы куда-то выбраться И выбраться компанией Здесь-то и скрывается с точки зрения власти И главная сложность Что вот-вот-вот хочется быть ближе друг к другу Но, честно говоря, я исключительно согласен с нашим гостем Я напомню, мы беседуем с президентом Латвийского общества ресторанов Яниса Йензиса О новой акции «Нет пластмасси, да, террасам лучше» Совершенно справедливо я не заметил Людям сидеть или стоять, ну, вот, присутствовать на террасе За которой следят Которая санитарно обрабатывается Дезинфицируется Чем сталкиваться с картинкой Которую я наблюдаю практически каждое утро Когда через парк Кронвальда Наоборот, извините Через эспланаду уйду на работу Возле определенных нескольких скамеек Наверное, с вечера Кто-то там ужинает Собирается гора этого мусора Вот этих боксов одноразовых То есть, в лучшем случае Их разоряют птицы, там что-то доедают В худшем – это, ну, просто что-то обратное Эстетики Это вовремя не убирается К сожалению, дворники за этим не успевают, видимо, следить Это действительно отравляет и городскую среду И природу, и внешний вид столицы По-моему, отличное решение Но хотелось бы уточнить, Янис Эта акция, она, в общем-то, выражается только в хэштеге Или в чем-то еще Какие-то открытые, закрытые письма Прямые обращения к властям Как повлиять, действительно Чтобы правительство увидело, что эта акция пользуется поддержкой людей Да, и как вас поддержать, кроме хэштега? Ну, и этого эфира Открытые, закрытые Мы, конечно, очень тесно работаем с Министерством экономики Министерства нашей отрасли И с начала ноября И, ну, с переменным успехом, я должен сказать Более хорошие моменты были, не такие хорошие Еще сегодня, ну, как раз в группе, так называемой группе Рейра Сегодня смотрится вопрос по оборотным средствам Которые, ну, на наше усмотрение Немножко нечестно критерии созданы Мы работали с первого момента Как бы с 6 ноября, когда это объявилось Работали над этими видами помощи Как мы знаем, пособие по простою Субсинированные рабочие места И грантно-оборотные средства Но грантно-оборотные средства Которые прямым образом являются помощью предпринимателям К сожалению, получили меньше половины предприятий Которые в этом нуждаются И там два направления Такие мы делали Тоже опрос предпринимателей Вместе с Витзенской высшей школой Два проблемных момента Один момент, что критерий очень много Некоторые нам удалось устранить Но все-таки осталось два таких главных Как бы проблемных момента Почему предприятия не могут квалифицироваться Это если, например, вы как кафе На какое-то время прекратили Хозяйственную деятельность Потом возобновили Может быть ситуация, что вы выпали С учета НДС Потом возобновились Начали работать Но этот момент, что вы какое-то время выпали С этого учета Является препятствием вам получить Грант на оборотные средства Не зовут, не простят Другой очень проблемный момент Это какие-то штрафы В предыдущем году Если, например, налоговая служба приходила Нашла, что у вас там, не знаю Два цента в кассе было больше, чем должно Ну, типичная ситуация Это штраф около 200 евро Если у вас такой штраф Вы не можете получить несколько тысяч грантов Даже если вы уплатили Вы это все как бы заплатили за свой пробел Но вы не можете получить этот грант Мы считаем, что это тоже нечестно По отношению к предпринимателям Мы написали Только что написали Еще не публично Не объявили Вы первые, которые об этом Ваши слушатели первые, которые об этом узнают ДСИ ПСАРГ Бюро Мы написали письмо Что мы считаем нечестно Если человек провинился Заплатил штраф 200-300 евро Ну, он не может Выключен от целого Такого Государственной помощи Целого проекта И второе Что опрос показал И особенно Предприниматель в регионах Мы говорили То, что с нашими партнерами Люди боятся Боятся Спрашивать грант Потому что они боятся проверок У нас прошлой весной Уже было пособие по простою Которое потом Ну, через полгода Через какое-то время Налоговая служба приходит И спрашивает обратно Потому что какой-то там Им не нравятся критерии Или что-то не нравится Люди просто боятся В своей стране Спрашивать помощь Которая Ну, как бы нам Всем полагается Которая Из наших общих Ну, вот Вот Такая тоже Одна тема Дня Ну, сегодня тема Про пластмассу Вы спрашивали Как вы можете помочь Ну, самая большая помощь Если вы будете Активны В соцсетях Будете Делиться Фотографиями Говорить о том Что Не надо Так много Пластмасса Нам В Латвию Завозить Что мы хотим Сидеть на террасах Это самая большая помощь А то, что касается Работы с Министерством Экономики Это повседневная работа И мы, конечно Пишем Все письма Участвуем В всех рабочих группах Укладываем Много Своего Времени Чтобы Чтобы Ситуация улучшилась Ну, немножко Нам кажется Что это открытие Терраса Чуть затянулось Янис Огромное спасибо Мы, безусловно На вашей стороне Поддерживаем Беседовали с Янисом Ензисом Президентом Латвийского общества Ресторанов Напомним Сегодня начинается Официальная акция Не пластмасса Я террасом Речь идет О поддержке Отрасли В которой Участвуют Две с половиной Тысячи предприятий Работу Работников Да Тридцать тысяч Работников В прошлом Нет, не в прошлом В девятнадцатом году Отрасль заплатила Государству Сто сорок семь Миллионов Евро налогов Пять процентов От ВВП Ну, в конце концов И при этом Боятся попросить О помощи Так что Можем поддержать Хэштег Поддерживаем Спасибо Спасибо огромное Удачи Хорошего дня До свидания До свидания